Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Рахимов. Смотрите сегодня в нашей программе. Наш человек или не наш? В сфере подбора персонала наметились новые тренды. Нужно согласие сотрудников, кандидатов, скажем, на готовность его пройти. И глазу приятно. Тысячи цветов украсили клумбы нефтяной столицы. Ведутся работы по прополке цветов. Мы привлекаем школьников. Поделки – дело взрослое и серьезное. Арт-пространство «Бьюти Лофт» приглашает любителей рукоделия. Цель этого мероприятия – объединить, делиться опытом, информацией. В рамках проекта «Содействие малому и среднему бизнесу» в каворкинг-центре «Территория роста» прошел семинар по подбору персонала. Организатором стал сектор по развитию малого и среднего предпринимательства из полкома Альметьевского района. В качестве лектора выступил один из ведущих специалистов в области рекрутинга и кадров. На семинаре присутствовали как работодатели, так и специалисты по кадрам. Чем HR отличается от кадровиков, расскажем в нашем следующем сюжете. HR, если развернуто переводить с английского, человеческий ресурс или ресурс кадровый. Но нужно понимать разницу между специалистами кадровой службы и HR-специалистами. Первые всем привычные кадровики, которые занимаются процессами, связанными с приемом соискателя на работу, а именно грамотным ведением документации. Вторые же могут быть полностью, что называется, оторваны от стола. Главная их задача – отобрать из десятка соискателей того самого кандидата. В зависимости от компании методы отбора могут отличаться. Где-то используется перекрестный опрос. Это когда респондента спрашивают об одном и том же разными способами через определенные промежутки времени. В других компаниях предлагают письменные тесты и анкетирование. Самый же прогрессивный метод проведения собеседования – полиграф, который также известен как детектор лжи. Но у этого теста есть один нюанс. Нужно согласие сотрудника, кандидата, так скажем, на готовность его пройти. До того, как он будет проходить, как минимум нужно подписать все эти моменты. Также любой HR-специалист может пройти несколько ступеней своего развития. Сначала он начинает простым рекрутером. Рекрутер занимается тем, что ведет поиск будущих работников и приглашает их на собеседование. Далее дело вступает сам HR-менеджер – тот самый человек, который проводит интервью с соискателем. Еще есть HR-универсал, который совмещает функции рекрутера и менеджера. И также есть HR-партнер. Тот человек, который может влиять на стратегию, которую выбирает компания. То есть это уже не просто наем по заказу каких-то определенных людей, а уже прогнозирование и планирование. Регина Мусина для собравшихся подготовила короткую лекцию на тему, как лучше подбирать членов своей команды и на что обычно работодатели не обращают внимания. Закончилось все небольшим диалогом с залом. Пытается выяснить вообще, как будто бы как на самом деле. То есть ходит, спрашивает у сотрудников, у разных. То есть не у меня руководителя, понимая, что я могу сказать то, что положено. Значит, как минимум. Возможно, он мне еще не доверяет, но у него и нет оснований мне доверять. То есть то, что я ему сказала, ему действительно еще нужно проверить, проработать месяц и понять, получит он ту зарплату или нет. Действительно не задерживает ли. Он же верит только пока мне. И когда он начинает интересоваться, значит, он как минимум надолго нас рассматривает. И значит, как минимум он уже берет ответственность на себя. Сама Регина сейчас работает в сфере кулинарии. По ее словам, это одна из самых интересных сфер в плане подбора кадров. И как специалист по подбору персонала утверждает, что ее не пугает, если соискатель меняет работу достаточно часто. Все зависит от человека и от того, как и в какой сфере он работал до этого. В зависимости, в какую сферу он идет. И с какой сферы он приходит. Потому что на данный момент в нашей рыночной жизни есть такие сферы, где срок жизни и должности – это год. Следующие лекции по кадрам пройдут 25 и 27 июля. Если у вас есть вопросы по теме подбора персонала, посещение свободное. Конкурс профмастерства рабочих строительных специальностей завершился. За звание лучшего боролись каменщики, штукатуры, маляры. Соревновались в мастерстве и плиточнике. В конкурсе участвовали команды предприятий «Араслан», «Стройкомплект», «Современные строительные системы», а также студенты Альметьевского политехнического техникума. О том, кто стал лучшим плиточником, расскажет наш корреспондент. Мастерок, плиткорез, ведро, миксер, резиновый молоток, очки, респиратор вооружились всеми необходимыми инструментами и можно смело приступать к работе. Задача участников – наклеить плитку площадью 3,5 квадратных метров в ванной комнате. Традиционно на выполнение практической части дается 60 минут. Отделочник из компании «Стройкомплект» Станислав Самсонов принимает участие в конкурсе не впервые. Главное, чтобы работа приносила радость и была интересной, считает опытный мастер. Я свою работу люблю. Без этого никак. Человек должен любить свою работу, я думаю. Тогда уже успевать, да? Комиссия оценивала участников по разным критериям. Начиная от оценки внешнего вида, заканчивая качеством выложенного участка. Ведь этот вид отделки требует не просто умения, а виртуозного владения навыками. Укладка плитки. Все-таки, как ты уложишь плитку, допустим, в том же доме, неважно. В офисе, помещении, где-то еще. Оно же первым бросается в глаза, допустим, войдешь в такой пол, что перед тобой. Плитка, какая она, какого цвета, какой расцвет, как уложена, качество, некачество, как долго она прослужит. То есть, вот такие моменты, как качество выложенной плитки влияют намного. Плиточники из компании «Арслан» уже третий год выступают на конкурсах профмастерства и задания сложным не считают. Благодаря опыту они уложили плитку не только качественно, но и быстрее всех. На выполнение задания им потребовалось всего 12 минут. У нас лет, да, у нас лет уже с политичным работ работают. Нам уже как-то, вы уже привели на эту работу? Кому работаем? Все знаем. По оценке комиссии, участники заняли только призовые места. Первыми стали отделочники предприятия «Арслан». Второе место у ребят с Альметьевского политехнического техникума. А третье место разделили между собой команды предприятия «Современные строительные системы» и «Стройкомплект». Ангелина Хабибулина, Булат Загидулин, Альметьевск ТВ. И снова о тех, кто занят по-настоящему созидательным трудом. Летом Альметьевск становится зеленым и цветущим. В первую очередь, благодаря вновь высаженным аллеям и ярким нарядным клумбам. Над этим с ранней весны трудятся озеленители предприятия «ГУАД». Работы у них хватает на все лето. Чем сейчас заняты работники участка озеленения и где еще скоро появится цветник в материале Ангелины Хабибулиной. Питуньи, бархатцы, розы. Эту красоту из года в год высаживают на улицах города. В этом году оформление цветников началось в первых числах мая. Ежедневно с раннего утра цветоводы расцвечивают клумбы и кольцевые развязки. Самым густозасаженным цветником считается кольцо «Лениностроителей» около торгового центра «Панорама». Там высажено 5600 питуний, 480 бархатцев и 3200 роз. К работе по прополке и поливке цветов привлекают школьников. «На данный момент у нас ведутся работы по прополке цветов. Мы привлекаем школьников к нам устраиваться на лето. Также занимаемся поливом цветов в городе, поливом деревьев, вновь посаженных деревьев». А на кольце «Бегаш строителей» озеленители уже совсем скоро закончат работы по посадке цветов. Здесь уютно расположились бархатцы и петунии. В этом году на кольце насчитывается 270 бархатцев и 8400 петуний. А в ближайшие дни планируется начать посадку роз в количестве 2500 штук на кольце Ленина-Зарипова. Улицы Ленина и Аминова в этом году украсили липы. На улице Аминова посадили 245 деревцов, а на Ленина – 55 саженцев. В настоящее время идет прополка травы и подкормка деревьев. Немаловажный фактор в работе озеленителя – это, конечно же, погода. Если на город обрушиваются осадки, приходится приостанавливать работу. А под палящим солнцем жарко и людям, и растениям. «Когда жарко, тяжело очень работать». Работа сотрудников участка озеленения длится круглый год. И благодаря их стараниям мы можем любоваться стройными аллеями, ухоженными клумбами и яркими цветами. «Наше предприятие ведет не только дорожную работу, также участвует в озеленении города, посадке деревьев. Стараемся, чтобы город был красивый». Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. «Пока одни заняты благоустройством города, другие вредят природе. Строительный мусор, полиэтилен, отходы древесины, обрезки веток и лом черного металла. Несанкционированную свалку выявили в Альметьевске инспекторы Юго-Восточного территориального управления, Министерство экологии и природных ресурсов. Площадь захламленной территории по подсчетам экологов составила 300 квадратных метров. Объем обнаруженного мусора – 500 кубометров». «В ходе облета Альметьевского муниципального района был выявлен факт складирования отходов в производство и употребление. В данном случае мы предприятием нарушили статью 8.2 КООП РФ о соблюдении экологических требований при обращении с отходами. Был составлен протокол и наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Дано представление на устранение отходов в производство и употребление сроком в месяц. То есть они должны устранить отходы в течение месяца». Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. Поделки – дело взрослое и серьезное. Арт-пространство «Бьюти Лофт» приглашает любителей рукоделия. Аперкот для любителей. В Альметьевске все желающие приняли участие в боксерском флешмобе. Площадку для творческих людей создали организаторы арт-пространства «Бьюти Лофт Альметь». На днях жители и гости города могли посетить ярмарк ручных изделий и побывать на открытых мастер-классах по рукоделию. На выставке творческие личности и начинающие предприниматели представили свои оригинальные изделия. Подробности в сюжете. В современном мире каждому человеку важно иметь хобби. Помимо основной работы – заниматься тем, что приносит удовольствие, успокаивает и заставляет двигаться дальше. Так считают и организаторы творческой выставки. Все, что здесь представлено, сделано своими руками. В творческой мастерской авторы делятся новыми идеями, обмениваются опытом и просто приятно проводят время. Встречаются сами предприниматели, рукодельники, индивидуальные предприниматели и их потенциальные клиенты. Здесь они могут показать себя, свои работы. Цель этого мероприятия, помимо того, чтобы объединить, делиться опытом, информацией, это еще дополнительно прививать людям вкус, красоте, творчество. На выставке представлены разнообразные картины. Авторские работы из драгоценных камней. Роспись мебели, текстильные куклы, подарки и декор ручной работы. Изделия в технике, декупаж и многое другое. А с свободой от работы время пишут картины. Сегодня 20 июля. Я с удовольствием принимаю участие в празднике творчества, в празднике мастерства. Чтобы выполнить куколу с кусочков ткани, нужно потратить немало сил и времени. Но не это главное. Хорошее настроение и вдохновение – главный толчок в работе мастера. Все эти куклы авторские по моим собственным выкройкам. Сложная техника, смешанная техника. Все зависит от того, есть ли у меня настроение. То есть я могу, например, сидеть до двух часов ночи, если меня захватило, если есть вдохновение. Если же нет, я беру и ничего не идет. Естественно, я оставляю, потому что с плохим настроением. Такие изделия делать нельзя. Мастер-классы для всех неравнодушных и тех, кто хочет научиться делать волшебство своими руками. Также проводились и во время творческой выставки. Особый интерес вызвал мастер-класс по рисованию в технике флюид-арт. Это потоковое рисование жидким акрилом. Флюид-арт – это медитативная техника рисования. Мы рисуем абстрактные картины. Они отражают настроение человека, который рисует. Также отражают внутреннее состояние и очень развивают воображение. Организаторы арт-пространства «Бьюти Лофт» признаются, что рады всем и открыты к сотрудничеству. Здесь каждый желающий может заявить о себе. В дальнейшем у нас будет след предпринимателей именно женщин. Для нас очень важно, чтобы девочки захотели узаконить предпринимательство, не боялись этого, выходить и создавать свое дело. Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. В Альметьевске все желающие смогли посетить большой бесплатный мастер-класс по боксу. Таким необычным флешмобом в городе отметили день бокса. Массовая тренировка прошла на площади нефтяников. Участвовали спортсмены-профессионалы и просто любители. Сначала все сделали разминку, а после выполнили основные приемы бокса. Здесь же прошел розыгрыш призов. Подарки получили лучшие знатоки истории развития бокса в Альметьевске. В тренировке приняли участие около 250 спортсменов. Всего же по общим подсчетам этим мужским видом спорта в Татарстане сегодня занимается свыше 5000 спортсменов. Добавим, нынешний год стал значимым для альметьевских боксеров. Принято решение об открытии в городе центра бокса. Это мероприятие, оно в каждом городе, особенно в столице, в Казани проводится массово. И вот Альметьевск, то, что это нефтяная столица республики Татарстан, и то, что здесь закладывается центр бокса, и тут давние традиции боксерские было выбрано как бы центром этого мероприятия. Если бы была дана команда всех боксеров собрать именно здесь, то здесь, наверное, не менее нескольких тысяч собрались. Это большой праздник, как вы понимаете. У нас боксеры назначили такой праздничный день, и мы все боксеры рады, чтобы сегодня выходить, показывать свое мастерство, привлекать молодых людей, заниматься спортом. Любительский боксер – это такой вид спорта, что он не только для того, чтобы ребенок стал чемпионом Олимпийских игр, или чемпионом мира. Ну, хотя в дальнейшем в жизни, чтобы сам по себе постоял, в армию пойдет, здоровым будет. Это мужской, более мужской вид спорта. Я планирую в дальнейшем достичь первого этапа, достичь, выполнить кандидата в мастер спорта, дальше мастера спорта выполнять и выступать в большом ринге. Бокс нравится, потому что он проверяет твою отвагу, твое мужество, и нельзя бояться, когда выходишь в ринг. Когда занимаешься боксом, можешь постоять за себя легко. Бокс – воспитывайте мужские качества, силу воли и силу духа. После флеш-моба спортсмены отправились к Вечному огню, где возложили цветы к мемориалу. Продолжается голосование за работы в конкурсе «Экология города глазами детей». Поддержите вы, маленьких участников. Заходите на сайт телекомпании, выбирайте понравившийся рисунок и голосуйте. Победителей ждут призы. Продолжается и другой творческий проект – конкурс «Берегу велосипед», который мы проводим совместно с отделом МВД России по Альмитискому району. Мы продлили прием заявок, поэтому вы тоже успеете побороться за главный приз – велосипед. Все, что нужно, это рассказать или показать, что вы делаете для того, чтобы ваш велосипед не украли. Ждем фото или видео на нашу электронную почту. Далее вас ждет информация от синоптиков на предстоящие сутки. В среду в Нефтеграде будет солнечно. Температура воздуха ночью 14 градусов, днем поднимется до 30. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Эфир продолжит передача «Альмитиск спортивный». Мой коллега Тимур Туманов расскажет о спортивной акробатике и познакомит с интересными героями. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин